Что важно понимать, что нужно знать, что в современной ортодонтии существует всего 4 варианта ортодонтической аппаратуры. Наружные брекеты металлические, наружные брекеты белые эстетические, менее заметные на зубах, внутренние брекеты, которые ставятся с внутренней стороны зубов и абсолютно не видны, и лайнеры. Тонкие, прозрачные, съемные капы такой современный тренд ортодонтии. В этом видео я расскажу вам о том, как правильно выбирать вид ортодонтической аппаратуры. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что оно важно каждому человеку. Если брать объективно, то у 90% людей необходимо проведение ортодонтического лечения. А если выбор ортодонтической аппаратуры будет неправильным, это может привести к двум основным проблемам. Первое. Лечение может стать бесконечно долгим. Бесконечно долгим. Это большая проблема. Никто не хочет лечиться вечно. Это грустно. Второе. Если неправильно выбрана аппаратура, то она будет настолько серьезно оказывать на вас психологическое давление, настолько раздражать, что вы просто не сможете выдержать весь процесс ортодонтического лечения. Большая часть людей приходит в клинику с простым запросом. Я хочу исправить положение зубов с помощью элайнеров. Съемные, прозрачные, не хочу никакие брекеты, хочу поставить элайнеры и решить проблему зуба. Мало кто понимает, что на самом деле этот тренд запущен агрессивным маркетингом компаний-производителей элайнеров. Перед веком в этом вопросе является американская компания Invisalign, которые первыми стали таким глобальным инструментом для лечения с помощью элайнеров и очень активно рекомендовали и рекламировали себя, вкладывали большие деньги в рекламу. И поэтому большая часть людей приходит и говорит, брекеты ерунда, прошлый век, мне элайнеры. Но здесь есть один важный момент. Они снимаются. Снимаются на время приема пищи, на время чистки зубов. Но в то же время они работают, только если во рту 22 часа в сутки. Если элайнеры носить меньше по времени, они просто не работают. Их работа все время сбивается. И положение зубов очень часто откатывается на начальный уровень. И это может быть своего рода такой джиглинг-эффект. То есть исправляем-исправляем, а человек уехал на выходные за город. И забыл элайнеры. Возьмем лодку брата, по пол-литра ледяного мохита и пару недель сплошной рыбалки. Вернулся в воскресенье вечером. Айлайнер уже не сидит. Зубы уже вернулись в свое прежнее положение. Но по статистике 2-3 месяца потеряли. Допустим, он забыл их всего лишь 2 раза за весь период. Ну что такое 2 раза не надел, правильно? Ну, то есть в принципе. Но это плюс 6 месяцев к лечению. Мы понимаем, что лечение на элайнерах требует концентрации и особенностей. Ни один человек на Земле не способен сохранить эту концентрацию и осознанность в течение 3-4 лет. Так давайте будем ставить задачи ортонатического лечения на элайнерах, которые будут соответствовать году, максимум полутора годам лечения. Не нужно ставить нерешаемых задач для данного вида аппаратуры. Поэтому, если мы хотим провести большую глобальную перестройку прикуса, то использование элайнера может быть, будет более затрудненным в решении данного вопроса, чем использование брекетов. Многие сравнивают, что лучше. Лайнеры лучше или брекеты лучше. Лучшим является правильная постановка задач для конкретного вида аппаратуры. Человек получит тот результат, который он ожидает. Доктор, соответственно, проведет качественное лечение. Будет необходимый результат. С брекетами еще интереснее. Брекеты, я называю эту технику, поставил и забыл. Легко сказать, скажете вы. Такое не забудешь, когда у тебя брекеты полости рта. Поначалу действительно это шок. Это суперсложно. Это кажется все. Я так не выживу. Или так, или никак. Таковы условия. Действительно, некоторые люди, и в среднем они составляют 1-2%, они, правда, не могут привыкнуть к аппаратуре. И снимают брекеты, как правило, на второй-третий день. Ну все, терпение лопнуло. Именно поэтому мы очень много внимания уделяем подготовке к лечению на брекетах. У нас там есть 2, иногда даже 3 консультации перед тем, как человек поставит брекет. Мы выясняем, какой уровень мотивации, какой уровень задач он ставит перед ортодонтическим лечением. Это все очень важные моменты. Брекеты точно не требуют спешки. Это не так, что захотел и пошел купил машину. Причем многие считают, что проблема брекетов – это дорого. Но на самом деле брекеты – это самая доступная часть современной стоматологии. Если сравнить с другими стоматологическими процедурами, ну я не знаю, два имплантата с коронками, таких качественных, там с костной пластикой – это все ортодонтическое лечение. Поэтому, если вам действительно нужно и вы хотите решить проблему с положением зубов и их смыканием, мы с удовольствием их решим в нашей клинике Ортолайк. Ссылку на клинику оставлю в описании. Теперь по поводу привыкания к брекетам. Многие люди говорят, я готов на лечение, но я никоим образом не хочу, чтобы его было видно, чтобы никто не знал, что я ношу брекеты. Можно так? Можно. По-другому не могло быть. Есть идеальный инструмент в современной ортодонтии – это внутренние брекеты. Они абсолютно не видны. Это самый эстетичный вариант. Часто сравнивают типа брекеты и элайнеры. Элайнеры – абсолютно невидимая аппаратура. Неправда. Элайнеры покрывают зуб. Светоотражение у элайнера другое. Оно не как у зуба. Поэтому их все равно видно. А внутренние брекеты стоят внутри. Они абсолютно не видны. Но есть нюанс. Дело в том, что внутренние брекеты стоят с внутренней стороны зубов. А что у нас с внутренней стороны зубов? Язык. Язык у нас – суперактивный орган. Он не успокоится, пока не исследует каждую часть этих внутренних брекетов. Прямо сейчас. Если пока я говорю, вы начали двигать языком по вашим зубам, поставьте лайк этому видео. И дело в том, что внутренние брекеты, безусловно, мешают языку изначально. И это может составлять определенные неудобства, дискомфорт. В отличие от внутренних брекетов, наружные брекеты, они огорожены от языка. И поэтому к ним привыкать легче. Щеки и губы – не такой чувствительный инструмент, как язык. Знаете, как говорят? С наружными брекетами легко первые шесть месяцев. А с внутренней брекетами все оставшееся лечение. Я не знаю, почему люди решили, что лечиться на брекетах нужно год. То есть во всем мире средние сроки – это два года, но в голове у каждого человека год. В общем, нет никого, кто через год не спросил бы, когда снимать брекеты. С внутренними брекетами ситуация другая. Мы говорим, пора снимать. А нам пациент говорит, ну, в принципе, не все равно. То есть можем снимать, но я могу ходить. Если что-то вы еще можете улучшить, то без проблем. В принципе, я к ним уже привык. Реально снимать внутренние брекеты не хотят. Поэтому что важно знать? Хотите максимально эстетическое лечение, внутренние брекеты – ваш выбор. Можно поставить брекеты наружные. Да, это и наиболее рациональный с точки зрения финансового аспекта инструмент. И владеют наружными брекетами все ортодонты, умеют на них лечить. У нас хорошая школа, я уважаю наше образование. В общем, все ок. То, что вы получите достаточно качественное лечение, я в этом не сомневаюсь. Особенно, если вы проходите в Ортолайк, я это вообще гарантирую. Поэтому мой посыл такой. Нет хорошего или плохого инструмента в ортодонтии, в современном. У нас есть наружные брекеты, есть внутренние брекеты, есть и лайнеры. Каждая из этих видов аппаратуры является достойной, эффективной техникой решения проблем с положением и смыканием ваших зубов. Но важно определить, какие цели мы ставим, насколько они глобальные и большие. И послушать вашего доктора. Все это сделает ваше ортодонтическое лечение максимально комфортным и эффективным. И оставит только приятные воспоминания от вашего взаимодействия с ортодонтической клиникой. Понятно, как чистить брекеты наружные. Как чистить брекеты, которые за углом? Здесь идеальный ответ. Потому что их чистить значительно проще, чем наружные. Потому что у нас внутри есть язык. И он не допустит, чтобы что-то там застряло между брекетами и так далее. Он настолько будет самостоятельно артикулировать и эффективно очищать, что какого-то серьезного внимания там нет необходимости прикладывать. И есть еще один супер важный факт про внутренние брекеты. В исследовании в Германии доказано, что внутренние брекеты создают меньший риск для развития кариозного процесса по сравнению с наружными брекетами. Есть такой термин – деминерализация. Это потеря минералов эмалью, которая возникает при затрудненной чистке. Понятно, что чистить брекеты сложнее, чем чистить зубы без брекетов. И была дана рекомендация, что для подростков рекомендуется использовать внутренние брекеты для проведения ортозатического лечения. А не наружные, с целью меньшего влияния на здоровье зубов. Ну, понятно, ведь основные проблемы у нас у подростков. Взрослые чистят зубы осознанно и достаточно эффективно. С подростками всегда и сложно. И вот отсюда была такая рекомендация. Кстати, у нас на канале есть видео о том, как наиболее эффективно чистить зуб. Как использовать ирригатор. Какие дополнительные средства необходимы, чтобы гигиена полости рта была хорошей. Обязательно после просмотра этого видео переходите на другое видео на канале, для того, чтобы обеспечить качественную чистку своих зубов. Ссылку на это видео я оставлю в описании.